Мой брат не убийца, он не убивал. Ну он тварь. Сейчас, обойдете. Перепалка в коридоре областного суда. Участники супруга погибшего бизнесмена Сергея Бочкарева Елена Бочкарева и жена предполагаемого киллера Елена Царук. Страсти накаляются. Напомним, директора строительной компании «Контакт» застрелили около года назад рядом с торговым центром «Интермебель». По делу проходит 4 обвиняемых. По версии следствия, предприниматель заказал Александр Рымаренко, сын его делового партнера. Он задолжал Бочкареву более 30 миллионов рублей, а киллеру обещал заплатить 4 миллиона. Через еще одного посредника он вышел на ранее судимого Сергея Царука. Предполагаемый исполнитель убийства говорит, что Бочкарев сам напал на него с пистолетом. Приехали, разговаривали. У нас с ним ссора затеялась. И вот он достал. И он выхватил ее. Когда осталось мыши, не было, и он нечаянно нажал на кровь. Не согласен с обвинением и один из посредников убийства. А вы на самом деле где были в этот момент убийства? Я не могу точно сказать. Находился в городе, занимался состоянием здоровья. У меня была пневмония односторонняя. Лили Стратова, предполагаемого киллера, адвокат супруги погибшего бизнесмена, потребовал ужесточить наказание. Там, конечно, явки с повинной нет. Поэтому мы будем сегодня вот там, в Кировском суде, естественно, настаивать на том, чтобы были определены все вот эти 13 лет. Ну, по крайней мере, 13 лет, 3 месяца уж. Подарим ему, если не так. Жена Сергея Бочкарева Елена утверждает, что пока шло следствие, неизвестные покушались и на ее жизнь. Кто-то перерезал тормозные шланги на ее автомобиле. Возможно, это станет поводом для нового разбирательства. Судебный процесс продолжается. Денис Мизгирев, Иван Карпов, События.